МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Ответственности за административные правонарушения больше не будет. Статью закона признали утратившим силу. Что еще обсудили депутаты на последние перед летними каникулами сессии через несколько минут. Отдых с максимальным комфортом. Артем Сдулов посетил туристический хаб на Сулакском каньоне. Афера не прошла. Житель поселка Ленинкент пытался сбыть фальшивые регистрационные знаки. Ситуация на границе с Чечней, назначение главного прокурора республики и изменения в ряде законопроектов. Эти вопросы обсудили сегодня депутаты Народного собрания на последние перед парламентскими каникулами сессии. Обо всем по порядку расскажет Зумруд Гамидова. Эту сессию ждали многие. Неоднозначная ситуация с границей Чеченской республики вызвала волну обсуждений. А слухи на интернет-площадках только добавили температуры и без того жаркому лету. Ясность внес Хизри Шихсаидов, обозначив позицию парламента. Было принято решение на уровне полпреда. В этом году никаких разграничительных пограниц не предпринимать действий. Все перенести на следующий год, хорошенько подготовиться, изучить документы. И в следующем году эту работу продолжить. С учетом того, что будут привлечены руководители районов муниципальных образований, джаматы, районов и населенных пунктов. И все это будет делаться открыто и прозрачно. Вот такая информация. Я бы просил с пониманием отнесись к этому. И сейчас не будоражить и общественность, работать с молодежью. Кто постарше, вы хорошо понимаете ситуацию. Поэтому не надо раскачивать ничего, а надо благоразумие призывать. И спокойно, я думаю, все мы вопросы порешим. Следующим вопросом стало назначение Алексея Ежова на должность прокурора республики. Кандидатура была внесена генпрокурором России. Выступая перед депутатами, Ежов заявил, что ему понятны проблемы Дагестана, главные из которых – это своевременное получение заработной оплаты, вопросы занятости и другие. В настоящее время мне хорошо известен обналенный коллектив прокуратуры республики и его потенциал. Понятны и те проблемы в Дагестане, которые требуют нашего внимания в первую очередь. Без внимания не останется ни один участок надзорной работы. В ходе сессии рассмотрели ряд поправок к некоторым законопроектам. Так, к примеру, если раньше на граждан распространялись штрафы за загрязнение территории, то теперь после внесенных поправок закон признали утратившим силу. И городские власти лишены полномочий привлекать к ответственности жителей. Против этого выступил глава города Салман Дадаев. Если мы отменим эту статью, мы лишим возможности административную комиссию и административно-техническую инспекцию города Махачкалы привлекать нарушителей за нарушение санитарии в городе Махачкале. И каждый желающий сможет выносить мусор без каких-либо последствий. Каждый желающий сможет рассыпать строительные материалы без каких-либо последствий. Каждый желающий сможет разрывать улицы города Махачкалы без каких-либо последствий. В связи с чем я прошу воздержаться, уважаемые депутаты, и не лишать городские органы полномочий привлекать к ответственности и регулировать данный вид деятельности, и привлекать к административной ответственности за нарушения, которые я перечислил, дабы стимулировать воздержаться от таких действий. Всего в повестке дня депутаты рассмотрели порядка 28 вопросов. Парламентарии уходят на летние каникулы. Следующая сессия состоится уже в сентябре. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Артем Сдунов посетил туристический хаб на Сулакском каньоне. Туристы теперь имеют возможность отдохнуть после дороги и пообедать здесь в комфортных условиях. Глава правительства проверил готовность всех инфраструктурных объектов. Несмотря на то, что официально центр пока не открыт, у отдыхающих он уже пользуется популярностью. Отметим, именно в таких местах в первоочередном порядке будут устанавливаться знаки туристской навигации, оборудоваться парковки, пункты питания и приведена в порядок прилегающая территория. Всего проект предусматривает создание на территории республики восьми туристических хабов. Представители муниципалитетов Дагестана изучат основы государственной кадастровой оценки. Первый день семинара обучения стартовал сегодня на базе Университета народного хозяйства. Для оказания методической помощи приглашены федеральные специалисты. На протяжении трех дней участникам и приглашенным экспертам предстоит совместно разобрать основные вопросы и трудности в этой сфере. Более подробно расскажет Патимат Ханапова. В этом большом зале собрались около 200 представителей всех муниципалитетов республики. Их роль в новой системе кадастровой оценки значительна. Для бюджетного учреждения они являются источником информации о территории и об ее экономике. Большие надежды на них в этом нелегком для нашей республики деле возлагает и правительство. Мы сейчас работаем в рамках поручения главы республики Дагестан и хотим создать такое профессиональное сообщество среди муниципальных команд. Для нас это очень важно. Мы все понимаем, какая ответственность лежит на нас по этой работе. И мы должны совместно с вами максимально качественно, прозрачно и понятно для всех ее выполнить. В этом году в Дагестане предстоит кадастровая оценка свыше полутора миллионов объектов. И такого рода диалоги крайне полезны. Новая система оценок, говорят эксперты, направлена и на население. Работа специалистов будет максимально справедлива. Справедливость будет заключаться в том, что кадастровая оценка не будет и не должна быть выше рыночной оценки. Она должна быть чуть-чуть ниже рыночной оценки. Для того, чтобы скорректировать результаты промежуточных отчетов, мы вывесим на 50 дней результаты на официальных порталах. У населения будет возможность свой увидеть результат и его скорректировать в несудебном и досудебном порядке. У каждого муниципалитета в этом деле свои подходы. Допустим, система кадастровой оценки объектов равнинного Дербента и горного Курагского района будут отличаться, как ввиду географических, так и экономических особенностей. Свои особенности имеет и столица региона. По словам экспертов, в Махачкале самый большой фонд земельного участка, целевое использование которых вызывает массу вопросов. Есть земля оформленная, которая на публичной кадастровой карте стоит с одним назначением, а используется с другим назначением. Это самый простой пример – это земли индивидуального жизненного строительства, когда используются под коммерческие нужды. Что касается объектов капитального строительства, также будет вестись работа, выясняется целевое использование и будут сверяться все данные. У нас на сегодняшний день основная проблема, связанная с земельным имущественным комплексом, заключается в том, что цель использования этих объектов и земельных участков абсолютно не соответствует тому, что есть фактически. Отметим, что семинар обучения продлится еще два дня. В программу первого дня входило пленарное заседание, командная работа и тестирование. Отметим, что вопросы государственной кадастровой оценки в республике объявлены приоритетными в 2019-м и последующие годы. Падимат Ханапова, Салман Гитихмаев, Падимат Кадиева, телеканал ННТ, Махачкала. Продуктовый светофор. В России с октября планируется принять ГОСТ на цветовую маркировку продуктов питания. Она будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. К примеру, красная полоска означает, что их доля существенно превышает норму. Пока производители будут использовать светофор добровольно, но маркетологи предполагают, что вскоре такая практика может стать обязательной. В Махачкале проведут реконструкцию памятника Имаму Шамилю ко дню его рождения. В планах у столичной администрации полная замена облицовки постамента, которая будет обновлена с использованием дагестанского камня. Помимо этого, приведут в порядок прилегающую территорию и установленные над памятником рекламные вывески. Отметим, что в этом году исполняется 222 года со дня рождения предводителя освободительной войны горцев. А в Каспийске на базе колледжа архитектуры и строительства прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2019». Победители в номинациях «Лучший сварщик», «Лучший каменщик» и «Лучший штукатур» проходят следующий этап соревнований. По традиции конкурс проходит в два этапа. Первая часть – это практическая работа. Специалисты в своих областях делают все то, что и на строительных объектах, но только под присмотром судей, которые по окончанию задания будут начислять баллы. Затем строители отправятся сдавать теорию. Победители этого этапа будут награждены грамотами и делегированы на окружной этап, который пройдет с 19 по 21 июня в городе Владикавказ. Уже, соответственно, победители конкурсов в этих номинациях, которые будут определены во Владикавказе, будут представлять Северный Кавказ на национальном уровне. Это 5-7 августа, вкануне Дня строителя, соревнования будут проходить в городе Москва. Житель Элинкента пытался сбыть фальшивые регистрационные знаки. Полицейскими была обнаружена мастерская. В ходе ее обследования изъят станок по производству номерных знаков, бобины от станка, матрица, металлические пластины в количестве 15 штук и другие элементы незаконной продукции. Злоумышленник задержан, идет следствие. Далее обзор кратких новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. Не переключайтесь. В Каспийском море утонул подросток. 12-летний мальчик утонул 12 июня. Но спасатели нашли тело только на следующий день. По неподтвержденным данным, ребенок ушел в море, не предупредив родителей. А поиски тела усложняли высокие волны и сильный ветер. Самый крупный крытый бассейн на Северном Кавказе откроется в Дагестане. Посетить его можно будет уже в конце июня на базе санатория «Каспий». Новый бассейн отвечает современным техническим требованиям. На его базе будут проводиться занятия по водным видам спорта и крупные турниры. В Кулинском районе пройдет фестиваль канатаходцев. Праздник имени народных артистов России Рабадана Абакару и Раги Гаджи Курбана пройдет в седьмой раз в рамках фестиваля фольклора и традиционной культуры «Наследие». Будут представлены подворья сел района с предметами старинного быта и национальной кухни и выступления канатаходцев из села Цаукра-1, Республиканская школа циркового искусства города Дагагни и группы канатаходцев «Петриман» из Махачкалы. Праздник пройдет 20 июня на центральной площади села Вачи Кулинского района. Тензиско-Дагестан стал серебряным призером международного турнира. Летисия Тимирханал стал вторым призером турнира «Аутдо Альмер». Соревнования прошли с 9 по 15 июня в голландском городе «Алмер». Дагестанская спортсменка провела пять выигрышных встреч, но в финале уступила кореанке голландского происхождения Минча Еккин. И о спорте. На полях Анджи-Арена накануне завершился третий международный турнир Кубок Каспия по футболу, посвященный памяти государственного деятеля Шехсаиды Шехсаидова. В спор за трофей вступали восемь команд, составленные из игроков не старше 14 лет. Помимо российских клубов, за победу боролись коллективы из Белоруссии, Армении, Казахстана, Грузии и Узбекистана. Все они были разбиты на две группы. Команда Анджи со второго места вышла в плей-офф, где в полуфинале со счетом 2-0 одолела Кайрат. В решающей игре, проходившей уже на основном поле, хозяева уступили действующему обладателю Кубка Ростову из одноименного города на Дону. По завершении турнира организаторы отметили участников в индивидуальных номинациях. Приз лучшего тренера получил наставник хозяев Гаджи Магометов. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин